Здравствуйте! Вы смотрите программу «По существу» в студии Татьяны Молокова. Сегодня у нас в гостях художественный руководитель балетной труппы Театра оперы и балета Данил Целимбаев. Данил, здравствуйте! Добрый день! Данил, я знаю, что вы буквально на днях вернулись с гастролей. Где вы были? Расскажите, что это были за гастроли. Да, вернулись буквально позавчера, рано утром. Это наше очередное турне, уже пятое по счету с этим импресарио. В этом году у нас оно ограничено было только Германией. Но это, я должен сказать, это очень хороший показатель, потому что в Германии все-таки самые крупные города связаны так или иначе с балетом. Там более искушенный зритель. То есть нам доверили такие самые интересные площадки. То есть наши артисты попали к хорошему зрителю? К очень хорошему зрителю. Мало того, и зритель нас очень полюбил. То есть я так подозреваю, что в этом году уже были зрители, которые знают о нас не понаслышке и пришли не первый раз. То есть вы не в первый раз в Германию приезжаете? Да, это уже пятый раз с этим импресарио. Просто предыдущие годы мы были не только в Германии, а ездили еще по Швейцарии, Австрии, Италии, Польше. То есть захватывали некоторые другие страны. И площадки поначалу были не очень хорошие, так скажем, для балета. Вот к пятому году мы захватили, как бы, ну в хорошем смысле слова, самые, так скажем, балетные города, самые удобные площадки для нас. Поэтому я считаю это хорошим достижением. Что вы показали немецкому зрителю? Ну, в этом году мы возили «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящую красавицу», три гала-концерта и балет «Кармен». То есть практически такой классический русский балет, да? Да, ну у нас периодически меняется. Репертуар гастрольных в прошлом году, например, мы возили «Золушку», что вообще, в принципе, довольно интересно, потому что это авторский спектакль, и очень редко авторские спектакли вывозят за границу. В основном возят именно классику. Ну вот таковы запросы, как бы, иностранного зрителя, поскольку русский балет у них все-таки ассоциируется в первую очередь с Чайковским, в первую очередь с Петипа, а потом уже со всем остальным. То есть авангардные постановки, современные постановки им не интересны, им интересна именно балетная классика? Ну почему? Вот в прошлом году «Золушка» прошла с громадным успехом. В этом году могу сказать, что на галоконцертах, которые мы привезли, было несколько современных номеров, и их зритель принимал просто потрясающе. Мало того, после концертов вышли несколько статей, где отмечались именно современные номера. Поэтому, я думаю, мы будем разговаривать как-то потом с импресарием и двигаться чуть-чуть в эту сторону. Ну да, надо расширять границы представления о себе. Ну, нельзя забывать все-таки, что это коммерческая история, и в первую очередь мы должны приносить прибыль, тогда все состоится. Ну а вот не изучали такую ситуацию, когда коммерческую прибыль приносят не только классика, но и авангардные постановки, современные? Да, изучали. И в этом году импресарио наш обязательно приедет на фестиваль наш международный очередной, и будем разговаривать на эту тему, что брать на следующий год. Почему будем разговаривать? Потому что, собственно говоря, речь идет уже о следующем туре. И все театры, где мы побывали, они заказали нас на новый сезон. Я так понимаю, что в Германии вы были в Рождественске, в новогодние праздники, да, то есть там принято в выходные, вот в каникулы ходить в театры, наслаждаться красивой музыкой, красивым танцем. Ну, во-первых, это большая традиция у немцев сходить на щелкунчень перед Новым годом и перед Рождеством. Да, Гофман. Да, это потом есть большая часть русской диаспоры, которая считает своим долгом привезти детей на золотую русскую классику и их ознакомить с этим. Это такая, знаете ли, немаленькая часть наших зрителей, которая ходит к нам где-то, я не думаю, что процентов 25, а может быть в некоторых городах и больше. Ну и немцы вообще любят классический балет. Они довольно искушенные зрители в этом смысле. Но могу вот вам сказать, наши гастроли, они начинаются в Берлине, то есть в столице, так скажем, да. И начинаются они таким мини-фестивалем. Мы даем 4 дня спектакля в одном и том же театре. И когда мы туда поехали, то еще за месяц до нашего приезда проданы были абсолютно все билеты до одного. То есть не было возможности даже моих одноклассников, ныне работающих там, пригласить на спектакль. Потому что даже приставных стульев каких-то не было. Вот с такими аншлагами и с очень хорошим приемом открылись наши гастроли. Ну можно сказать тогда, что в Берлине были самые удачные гастроли или другие города? Ой, нет. Вы знаете, в этом году как-то так показательно хорошо все прошло. Везде принимали очень достойно. В этом году очень много цветов дарили нашим солистам. В этом году рекордное количество отзывов в прессе о нас и все положительные, ни одного отрицательного. Ну а что отмечают в прессе? Что отмечают в балете, в постановке, да, вот у артистов? Что отмечают немецкие журналисты? Надо понимать, что это классические спектакли. Поэтому в первую очередь это чистота исполнения, это красочность костюмов, это красочность декораций и подача, конечно, контакт со зрителем. То есть зажгли немецкого зрителя, влюбили в себя? Зажгли однозначно, потому что в конце, так скажем, в 90% случаев зритель вставал хлопая, в некоторых случаях топал, это у них принято тоже. Не испугались топать это? Нет, не испугались, потому что уже знаем, что так бывает. Признает, принимал каждого артиста отдельно, определенные овации, кто кому больше понравился. Было очень много моментов, когда подходили в конце спектакля, а я сижу всегда в зале, в этот момент подходили, все показывали, как это здорово, спасибо говорили, кто по-русски, кто по-английски, кто по-немецки. Благодарили за чудный вечер. Данила, ну вот вы в самом начале беседы уже обозначили одно из главных мероприятий, к чему вы сейчас готовитесь, это вот балетный фестиваль. Расскажите, на каком этапе сейчас подготовка? Что, может быть, есть какие-то задумки, какие-то сюрпризы, какие-то неожиданные моменты нового фестиваля? Ну, полностью интригу вам раскрывать не буду. Единственное, что хочу сказать, мы обязательно отметим 200-летие Петипа, это наше все в балете, так скажем, да, грубо выражаясь. Обязательно будет какое-то событие, посвященное ему. Обязательно мы отметим год культуры Японии в России, потому что балет России, балет Японии и поклонники, японские поклонники русского балета – это такая отдельная вообще история. Возможно, мы внесем некие такие календарные изменения во время фестиваля. То есть, если раньше мы проводили его подряд, несколько дней, то, возможно, в этот раз растянем немножечко подольше, на две недели, поскольку услышали нашего зрителя, что не всегда получается ходить каждый день. Каждый день уходиться, да, сложно. И будем делать перерывы в день-два, то есть какие-то удобные дни для нашего зрителя, чтобы можно было посетить действительно все, ничем не жертвуя. То есть, к примеру, там, среда, пятница, воскресенье, так, и, скорее всего, это будет две недели, в середине апреля. Ну, говорить о том, какие, возможно, премьеры и кто к нам приедет, я уже подробно не буду, но могу сказать, что вот прямо сегодня и вчера вечером ввел переговоры уже о деталях, так скажем, с солистами из Бордо, из театра оперы-балета Бордо, из Франции. Сейчас, вот прямо заходя в студию, переписывался с одним из импресарио из Женевы, который тоже предлагает привезти кого-то. В общем, будет очень интересно, приходите обязательно. Ну, я думаю, что накануне фестиваля мы с вами еще встретимся и уже более конкретно назовем и имена, и спектакли, которые будут участвовать в фестивале. Я хочу сказать вам спасибо, что вы ответили на наше приглашение, пришли к нам в студию, рассказали о замечательных гастролях и, дай бог, не последние этим составом в этом театре. Спасибо вам за внимание. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был художественный руководитель балетной труппы театра оперы-балета в Чебоксарах Данил Солебаев. Данил, спасибо большое. Спасибо большое.